Добрый вечер, в эфире новости в студии Елена Шабанова. Сегодня президент озвучил меры по улучшению жизни россиян. Кого не коснуться напрямую, расскажем через минуту, а пока о других событиях дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там будет работать приз-центр. Проект «Ставка на добро» устанавливает новый рекорд. На 3250, вот так вот, у нас прямо на финише начинается борьба. Все больше горожан готовы пожертвовать деньги на благотворительность и получить в подарок вкусное блюдо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, Владимир Путин сегодня выступил с посланием к Федеральному собранию. Три четверти от всего времени выступления президент посвятил национальным проектам по улучшению жизни россиян. Положительный эффект от них люди должны почувствовать уже где-то через полтора года. Программа направлена на борьбу с бедностью, увеличение рождаемости, повышение уровня образования и развитие экономики. В частности, Путин предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимость для семей с детьми. А для людей с ипотекой в сложной жизненной ситуации президент поручил ввести ипотечные каникулы, то есть отсрочить на время платежи. Семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом с 1 января 2019 года. Пересчитать. И предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года. Посмотрите, что у нас получится. Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. Кроме того, президент увеличил пособие по уходу за детьми с инвалидностью в два раза, до 10 тысяч рублей. Глава государства коснулся и темы здравоохранения. На борьбу с онкологией направят 1 триллион рублей. В программе «Земской доктор» уберут возрастной ценз, а в России, наконец, появится закон о палеотивной помощи. Еще качественное медобслуживание должно стать доступным для всех россиян. На модернизацию инфраструктуры всего – медицины, образования, строительства и ЖКХ государство должно потратить 6 триллионов рублей. Еще один большой блок из речи Путина – это обращение с бытовыми отходами. Так, до 2024 года должны быть рекультивированы все проблемные свалки в стране. Надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора. Необходимо переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта. В том числе призываю бизнес активнее участвовать в проектах по развитию рынка газомоторного топлива, инвестировать в создание сети заправок и топливных систем, использующих в частности сжиженный природный газ. У нас его достаточно. Прокуратура посчитала, что украшение балконов, как минимум в Ленинском районе города, незаконно и внесла представление о нарушении управляющей компанией ЖСК. Прокуратура выяснила, что у подрядчика, который обшивал балконы горожан профлистом, не было договора ни с мэрией, ни с управляющей компанией. Также непонятно, откуда взялись деньги на эти работы. И самое главное, не было согласия собственников помещений. Уцелевшие от сноса ларьки на автовокзале закрыли забором и спрятали подальше от глаз покупателей. К такому повороту предприниматели были не готовы. В мэрии, утверждают, владельцев павильонов предупреждали, если они не приведут торговые точки в надлежащий вид, работать не смогут. О работе за железным занавесом и о том, уберут ли когда-нибудь забор, Екатерина Усатенко. В мэрии всерьез озадачились облагораживанием территории вокруг здания бывшего аэровокзала. Часть павильонов тех, что через дорогу уже снесли, а вот эти, которые находятся в непосредственной близости, снести не могут эта частная собственность владельца здания. В администрации нашли другой способ закрыть павильоны железным забором. Знакомый всему Красноярску серый забор здесь вырос буквально за сутки. Неприглядный вид киосков попытались скрыть от людских глаз не менее неприглядным ограждением. А главное, никто точно не знает, забор теперь навсегда или только на время. Вчера обнесли, очень плохо относимся, не видно нас. Лично мое мнение, что это на время универсиады. То есть оградили, чтобы гости видели красивый город. Ну а предлагали как-то облагородить павильоны? Облагородили вот тут часть павильонов, но там, насколько я знаю, сами скинулись, рядодатели или кто они там, они сами скинулись и сделали себе обновление павильонов. А здесь предложений никаких не было, не поступало ничего. Вот как в клетке звери сидим здесь. Честное слово, вообще неприятно, конечно. И некрасиво даже смотрится, мне кажется, что снаружи. Красиво же павильоны видно, чем заборы. Соседние киоски еще на виду, но их якобы ждет та же участь. Впрочем, жители считают, что этой площади ни к лицу, ни заборы, ни павильоны. И даже преображение главного исторического здания как-то теряется на таком фоне. Павильоны, они есть павильоны. Если бы оно в одном стиле все было. Забор, вы считаете, лучше? Ну уж лучше, пусть будет забор. Хоть он и не ахти какой, но все-таки. Это весь город у нас заборами сейчас закрыли. Все старые трущобы всякие заборами, там по Свердловской везде. Заборы красят, делают декорации. Зато бывший аэровокзал действительно изменился. Здание заштукатурили, покрасили, постарался собственник. Глава советского района Дмитрий Дмитриев рассказывает, месяц назад обратился к нему с письмом. Предложил рассмотреть альтернативы разномастным ларькам. Сам владелец проживает в Питере. Письмо либо не получал, либо проигнорировал. Вот в мэрии и решили действовать радикально. Так и появился забор. Это вынужденная мера, чтобы дать человеку понять, что в городе Красноярске нельзя делать то, что хочется только им. Но, наверное, красноярцам было бы лучше смотреть на это здание с открытой площадью, без павильона. Поэтому я к нему обратился, говорю, уважаемый, давай мы найдем другой путь зарабатывания денег, нежели вот этими забегаловками или тошниловками. Соглашаясь с тем, что ограждение немногим лучше, в мэрии все же настроены решительно. Уберут его только вместе с ларьками. А уже к лету обещают показать проект полной модернизации при вокзальной площади. Екатерина Усатенко, Эдуард Баглай, Афонтова. Новости. Первого марта на дорогах города будет множество перекрытий. Связаны они с эстафетой огня. В этот день в Красноярск привезут факел универсиады. Итак, с 9 утра до 15 часов нельзя будет свободно проехать сразу по нескольким улицам. Стартует колонна с улицы Биатлонной. Далее проспект Свободный, улицы Годенко, Копылова и проспект Мира. Завершится эстафета в парке универсиады на острове Татышев. Перекрывать улицу будут постепенно, за 15 минут до прохождения спортсменов. Перпендикулярные улицы сотрудники дорожной полиции также будут перекрывать по мере прохождения колонны. Все ближайшие парковки будут закрыты. Машины оттуда начнут эвакуировать уже с 28 февраля. Пассажиров автобусов предупреждают, схема движения автобусов также изменится. При варианте, когда будет перекрыто движение на проспекте Мира, автобусное движение изменяется и переносится на улицу Карла Маркса и улицу Ленина. То есть, будьте внимательны. То есть, пассажиры должны быть внимательны при выборе маршрута движения. Вся эта информация будет расположена на сайте МКУ Красноярск. То есть, все схемы будут вывешены, там размещены. Также 1 марта во время эстафеты огня сотрудники полиции будут внимательно досматривать всех пришедших. Такие меры действуют в так называемом периметре безопасности. Красноярцы просят отнестись к этому с пониманием. Маршрут движения и прилегающая к нему территория будет обследована с применением служебных собак и технических средств. Допуск граждан к местам проведения мероприятия будет осуществляться после их тщательного досмотра с использованием стационарных и ручных металлообнаружителей. В зону безопасности не будут допускаться граждане в нетрезвом состоянии, имеющие при себе оружие, а также предметы, которые могут служить оружием, другие средства самообороны, напитки в стеклянной таре. В Ветлужанке произошла коммунальная авария. Потоки воды разлились по улице. На месте сейчас находится наш корреспондент Ольга Хохлова. Оля, тебе слово, расскажи подробности. Лена, здравствуй. Да, сейчас мы находимся на Чернышево-7. Здесь, как рассказывают очевидцы, порыв произошел в 19.30. И фонтан воды из этого люка бил до шестого этажа. Рядом здесь находится общежитие аграрного университета. В Краскоме нам уже пояснили, что к этой минуте удалось перекрыть место аварии. Здесь сейчас сотрудники Краскома откачивают воду. Здесь было залито водой буквально все, очень скользко, уже все замерзло. Как мы видим, сейчас воды уже нет. Предположительно, авария произошла на пожарном гидранте. Это сети аграрного университета. Сейчас выясняется, что случилось. Либо пожарные сорвали кран, либо еще что-то. Пока никакой внятной информации получить не удается. Известно, что людей ближайших домов отключили от холодной воды. Какие именно дома остались без водоснабжения, сейчас тоже сложно сказать. Поскольку сети это аграрного университета, как я уже и сказала. Очень много машин здесь на парковке залило водой, когда фонтан бил воздух. Рядом со мной сейчас находится Александр. Александр, ваша машина тоже пострадала. Что вы делали, когда увидели эту пары? Ну, естественно, пыталась понять, насколько сильно ее залило. Думала, что только корочка ледяная образовалась снаружи. Открываю машину, а у меня все коврики в воде, все днище в воде. Начала сначала с одной стороны откачивать, так как моя машина стояла ближе всех к этому гидранту. С одной стороны, более-менее, как бы воду своими силами откачала. Попросила мужчин помочь отогнать машину, чтобы не заводить ее. Ну, мало ли, там что-нибудь попало, вода какая-нибудь. Откатили сюда. С этой стороны уже пытаемся откачать, как-то, ну, отжать более-менее. Но коврики все равно видно, что они, ну, очень мокрые. У меня вся машина мокрая. Александра, а пострадала только ваша машина или еще какие-то? Насчет соседней машины я ничего сказать не могу, потому что хозяев ее я не видела. И никто не появлялся, не открывали машину, тоже не говорили. Пока только свою. А заводится хоть? Не проверяла еще. Проверяйте. Будем надеяться, что заведет. Спасибо большое, Александра. Я добавлю, что залита не только машина Александра, залиты и соседние автомобили. Вот водитель вот этой машины, говорят, так и не спускался. Неизвестно, что у него там, потому что его машина ближе всех находилась к порыву на этот момент. Что ж, будем следить за развитием этой ситуации и обязательно расскажем, когда у людей появится вода и вообще в чем причина все-таки этого порыва. Елена. Спасибо, Ольга. Еще раз напомню нашим телезрителям о том, что коммунальная авария произошла в Витлужанке и столб воды бил высоту почти на 3 метра. А мы продолжаем выпуск и далее важная информация для наших телезрителей. Сегодня мы начинаем розыгрыш ярких призов предстоящих игр универсиады. И первым призом будут два вот этих билета на открытие универсиады на 3 марта в Платину Марену. Они достанутся самым внимательным телезрителям Афонтова. Итак, условия конкурса. Вы смотрите новости Афонтова и запоминаете, о чем идет речь в нашем информационном выпуске. А завтра утром включаете утренний кофе с Афонтова и ждете вопрос от ведущего. Услышите вопрос, сразу звоните в прямой эфир. Если окажетесь первым, кто ответит правильно, приз ваш. И не расстраивайтесь, если вдруг вот эти билеты достанутся не вам. Конкурс мы проводим в течение нескольких дней. И у вас еще будет возможность выиграть яркие призы универсиады 2019. И далее о других новостях в нашей рубрике «Коротко о разном». Россияне не верят в возможность ведения честного бизнеса в стране. Социологи в ЦИОМа провели исследование. Отвечая на вопрос, можно ли сегодня в России вести честный бизнес, ничего не скрывая и никого не обманывая, 62% отвергли такую возможность категорически. Положительно ответила лишь треть респондентов. В 2017 году в возможность честного бизнеса верил 41% оброшенных, а сомнения испытывали 56%. В России готовится новый ГОСТ с требованиями к противогололедным реагентам. Документы утвердят к октябрю. Новый ГОСТ впервые установит требования к размерам грану. Слишком крупные частицы могут разбить стекло. Слишком мелкие превращаются на дорогах в вылистую жижу. Еще одно требование – снижение коррозийной активности в три раза. При этом требований к экологической безопасности в документе нет. Опасные вещества в реагентах не используют. Врачам на универсиаде предоставят переводчиков. Они будут работать в краевой больнице. А на случай, если переводчика рядом не окажется, врачам раздали специальные памятки с картинками. Поэтому плакату пациент сможет указать на те проблемы, которые с ним произошли. А врач поймет, на что человек жалуется, откуда взялась боль и как оказать ему медицинскую помощь. Массовая обрезка деревьев под линиями электропередач возмутила красноярцев. Сегодня выяснилось, разрешение на вырубку энергетикам в администрации города не давали. В мэрии готовят жалобы в природоохранную прокуратуру. В МРСК Сибири поясняют, обрезка деревьев в районе ЛЭП – это требование технодзора. Вырубка ведется ради безопасности и не требуется голосований с городскими службами. Всего 45 секунд, и пожарный расчет уже на месте. Сегодня чиновники и спасатели проверяли, насколько оперативно сработают спасатели при угрозе пожара. По легенде учений, в центральном стадионе в зоне пресс-центра произошло возгорание. Как раз в это время там по работе находился и наш корреспондент Антон Шевчук. Ему тоже пришлось прервать работу и спешно эвакуироваться. Как это было, он сам расскажет. В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление. Где я нахожусь? Задымление. Пожар! Вот так делать не надо. Без суеты выходят. Никакой паники быть не должно, тем более, что это учение. Возгорание, по легенде, произошло в пресс-центре, который находится в центральном стадионе. Огонь обозначен красными флажками. Люди начинают покидать здание, ориентируясь на мигающие таблички выход. А тем временем, всего через 45 секунд после срабатывания сигнализации, к входу подъезжает пожарный расчет. Все люди, которые находились внутри спортивного объекта, эвакуировались всего за 4 минуты. Пожарные оперативно пробрались к очагу возгорания и ликвидировали угрозу. Это уже вторая такая тренировка на центральном стадионе. В прошлый раз слаженности действий не хватило, поэтому учения решили повторить. Теперь все как по нотам, грубых ошибок нет. Такие псевдопожары были уже во всех спортивных объектах универсиады. Все 17 объектов у нас полностью устранили предписание Госпожарного надзора, то есть замечаний на объектах, связанных с вопросами пожарной сигнализации, средств пожаротушения, наличия инструктажей, приказов, табличек и так далее. Все сняты и все объекты, персонал оттренирован на предмет проведения мероприятий по эвакуации. Для того, чтобы помощь приехала максимально оперативно, круглосуточно здесь будет дежурить пожарный расчет. И так на всех 17 спортивных объектах универсиады. Пожарная машина всегда должна быть рядом. Это требование ФИСУ. Антон Шевчук, Евгений Иванов, Афонтова, новости. И еще в одной очень оперативной работе. Успеть за 90 минут провести аортокоронарное шунтирование свиного сердца – таково одно из практических заданий студенческой олимпиады по хирургии, которое проходит в Красноярском медуниверситете. Соревноваться приехали будущие медики из семи университетов Сибири. Клавдия Стельмахович расскажет подробнее. В импровизированной операционной практически звенящая тишина. Будущие медики волнуются и переговариваются друг с другом полушепотом. Им предстоит сделать одну из самых сложных операций – аортокоронарное шунтирование. Другими словами, командам необходимо устранить закупорку сосуда. Операция будет длиться почти 90 минут. Мы оцениваем мануальные навыки, то есть технику выполнения, итог операции, то есть герметичность, анастомоза, правильность трактовки, то есть правильность постановки диагноза, а самое главное – в целом результат, насколько технически и логически выполнена клиническая задача. То есть, грубо говоря, спасли мы пациента или нет. А в этой аудитории семь микрохирургических бригад должны восстановить кровоснабжение в курином бедре. По шкале сложности, рассказывает четверокурсник Красноярского меда Александр Киасен, эти манипуляции тянут на семерку из десяти. Молодой человек – продолжатель династии микрохирургов. Его отец 21 год назад первым в крае вернул человеку отрезанную кисть. Сегодня операционная бригада Саши первый выполнила задание. Сначала все сложно, конечно, когда мы готовились. Первые тренировки, первые пять-шесть – это очень сложно. Не получается брать иглы, не получается брать нитки, потому что все очень маленькое, у нас же очень маленькие размеры. Нитки крошены, иголочку не видно. И там пересекать трудно все. Потом постепенно все легче и легче. И когда нарабатываются навыки мануальные, приходит легкость в руках. Ну и голове тоже. Те, кто удачно сшил сосуды курицы, на следующем этапе будут оперировать крысу. У нее диаметр сосудов еще меньше. По шкале начинающего хирурга – 10 из 10. В части Олимпиады много что дает. Во-первых, это чисто командный интерес. То есть это большая воля к победе. И это очень большие знания и практический успех. Ну, как бы становление тебя как, в принципе, успешного студента, успешного хирурга в будущем. Для олимпиадников КРАСГМУ приготовили 17 заданий. Будущие абдоминальные хирурги пока сшивают куриный кишечник. Ортопеды будут отрабатывать пластику ахиллова сухожилия на коровьей голени. Практику чередуют с теоретическими заданиями. Соревноваться будущие медики будут два дня. Победители регионального этапа отправятся на общероссийскую олимпиаду по хирургии. В 2014 году красноярцы привезли из Москвы серебро. Клавдия Сельмахович, Дмитрий Кутько, Афонтова новости. Сейчас реклама, а через минуту продолжим. Сегодня в студии утреннего кофе было жарко. Участники благотворительного аукциона «Ставка на добро» устроили настоящую битву за возможность сделать доброе дело и получить 2,5 килограмма буженины. Целую кастрюлю нежнейшего мяса мы доставили победителю наших добрых торгов, а наш проект в очередной раз поставил рекорд. Но об этом все же идти далее. Каждую среду мы даем нашим телезрителям возможность поучаствовать в добром деле и пожертвовать какую-то небольшую сумму на благотворительность, на помощь тяжелобольным детям. И сейчас у вас есть эта возможность. А чтобы ей воспользоваться, нужно стать победителем нашего благотворительного аукциона. Сегодня наша студия наполнилась запахами жареного сочного мяса. Мы готовим почти 3 килограмма буженины вместе с руководителем магазина «Посуда Гипфил» Ирины Могилей. В арсенале опытного повара ножи, которыми можно рубить канаты, кастрюли, в которых ничего не пригорает и не только. Я это обязательно сниму и покажу, как это легко отмывается, даже если что-то пригорело. И запахи, что самое классное, не передаются. Так что мы сегодня с вами делали? Что самое классное, это у нас ставка 1600 рублей уже. Наше мясо пылает жаром, но еще жарче. В это время идет борьба на благотворительном аукционе в нашей группе ВКонтакте. Еще до того, как мы начали готовить, ставка была выше 1000 рублей. А потом начался настоящий ажиотаж. Никто не хотел упускать такой вкусный подарок для своей семьи. Секунды остаются до конца нашего благотворительного аукциона. 3250, вот так вот, у нас прямо на финише начинается борьба. Все, давайте. 10 секунд, давай. На последних трех секундах телезрители продолжали повышать ставки. И в итоге победителем оказалась Ирина Жургенбаева. Она пожертвовала фонд добро24.ру 3500 рублей. Это рекорд для нашего проекта в эфире утреннего кофе. За это она получила нежнейшее мясо, вакуумный контейнер, авторскую поваренную книгу и еще несколько приятных мелочей для кухни. Ну ты, 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 ну вы что, не знаете? Мы же везем еду, она остывает. Давайте быстрее. О, хорошо. Ну почти час добирались. Нужно что-то делать с пробками, а то еда-то остывает. И это не очень хорошо. Сюрприз. Здравствуйте, Афонтова, ставка на добро. Ой, спасибо вам большое. Спасибо за проект, за возможность участвовать. Ну это не первый наш опыт в благотворительных проектах. Но в таком телевизионном проекте это, конечно, первый раз. Поэтому очень приятно. Спасибо телеканалу Афонтова. Вам спасибо. Ну, надеемся, что не последний раз и будем продолжать участвовать. Утренний кофе Афонтова – это та программа, с которой мы начинаем свой каждый день. Соответственно, про этот проект мы уже видели, мы уже слышали. И сегодня, наверное, так сошлись звезды, что муж предложил, а давай сегодня поучаствуем. Ну и вот я и поучаствовала. Как оказалось, вместе с Ириной мясо ждал еще кое-кто. Ну, что ты нюхаешь микрофон? Смотри, там целый пакет мяса. Да, такой приятный бонус еще и к празднику, как уже Алексей Вербицкий говорил в прямом эфире, о том, что действительно такой приятный бонус. А уже завтра у вас будет снова возможность сделать доброе дело. После новостей в 8 часов вечера у нас будет прямой эфир из ресторана «Европа». Он будет в нашей группе ВКонтакте «Афонтова». Мы будем готовить что-то очень вкусное, и вы это сможете забрать себе на ужин. Не упустите шанс поучаствовать в добром проекте. Делай ставку на добро вместе с Афонтова. Организаторы фестиваля снежно-ледовых фигур «Волшебный лед Сибири» готовы встречать гостей. Все необходимое уже завезли и установили на острове Татышев. Участники конкурса приступят к работе уже в ближайшую субботу. Не помешает ли скульпторам резкое потепление и как оберегают лед, узнал Артем Долгаршинных. Вот брак для художников – это солнце. И вот такой вот килюр происходит со льдом. Это вот критическая ситуация. Как оказалось, потепление радует не всех. Для скульпторов, которые работают со льдом, плюсовая температура – это головная боль. Материал начинает крошиться и даже сделать начальный контур проблематично. Но организаторы фестиваля «Волшебный лед Сибири» делают все возможное, чтобы это никак не повлияло на участников. Все закрывают баннерами или специальной тканью, которая не пропускает солнечные лучи. Сейчас тоже решаем вопрос. Вот сейчас, ну, потом, если пройдемте, мы такие, сейчас пробные сделаем такие экраны, три на три, и которые будем ставить ткань, материал. И по движению солнца мы будем огораживать скульптуру, чтобы падала тень. И тем самым мы также вот лед будем спасать. Конкурсу «Все готово» будут участвовать 20 команд в двух направлениях – снежные и ледяные скульптуры. Участники с разных регионов России и даже из-за рубежа, в том числе канадцы, белорусы и финны. Это уже седьмой по счету фестиваль, и особенностью в этом году станет наличие темы. Мы посмотрели на бренд «Универсиады», там вот слово «Winter», да, выделено слово «Win» – победа. И в этом смысле мы предложили нашим участникам тему, которая называется «Воплощение побед». Всего на остров Татышев завезли более тысячи ледяных блоков. Помимо работ участников здесь также будут художественные зарисовки, взятие снежного городка, ледяной дворец и другие работы красноярских скульпторов. Вот здесь будет основная площадка участников. Слева стоят заготовки для фигур из снега. Напротив из них уже заготавливают площадку для композиции изо льда. И вот такая получается у нас волшебная аллея. 23 февраля мастера приступят к работе, а итоги подведут 28-го. Городок ледовых скульптур будет существовать и в дни «Универсиады». Специалисты в это время проведут серию мастер-классов, где каждый желающий сможет попробовать себя в роли скульптора. Артем Долгооршиных, Евгений Иванов, Афонтова новости. На этом наш выпуск завершен. Свои новости сообщайте по телефону 285-14-14. А лучше сохраните наш номер в федеральном формате 8-953-585-14-14. Если вдруг успеете сфотографировать или снять на видео что-то важное, интересное или просто курьезное, присылайте нам в любом доступном мессенджере. Вайбер, Ватсап или Телеграм. И, конечно же, завтра с утра включайте программу «Утренний кофе», участвуйте в розыгрыше вот этих билетов на универсиаду. Всего вам самого хорошего. До встречи.